Вот здесь стояла моя троечка, мой член семьи, а теперь ее здесь нет. Для Александра Шумакова любимая троечка уже давно стала гораздо большим, чем просто автомобиль. Мужчина с грустью в глазах осматривает место парковки. Теперь оно пустует. Для меня это страшнейшее потрясение, потому что я бы сравнил это с кражей ребенка. Это кража члена семьи. Эта машинка – единственное средство передвижения для нашей семьи. И, соответственно, с тремя детьми нужно ездить постоянно в больницы, в садики, в школы, на работу. Плюс у меня престарелая мама в деревне. Сегодня я должен был встречать ее с больницы, у нее подозрение на коронавирус, отвезти ее снова в деревню. Вышел, везти не на чем. Дочь Александра, Аня, угон автомобиля воспринимает как личную трагедию. С этой машиной у девочки связаны теплые воспоминания. Мы с папой всегда ездили туда на занятия всякие, в город. Еще мы там покупали еду и кушали там. Ну, я прям плакала утром. И в школе плакала. Аня до сих пор не понимает, как такое могло произойти с их любимой ласточкой. Мне вот кажется, или это какие-нибудь подростки, или какие-нибудь пьяные мужики. Ну, умный человек не мог так поступить. Мне кажется, вот сто процентов, наверное, это какой-нибудь подросток. Даже так? Да. Пользователи соцсетей даже обратились с призывом о сборе средств на новую машину многолетной семье. Однако вскоре угнанный вас нашли в лесу рядом с деревней Халина. Из снеголегковушку вытащили автоволонтеры. Я думаю, хватит, да? Машину уже вернули владельцу. А работу по розыску злоумышленников, угнавших и просивших транспорт, продолжили. Просим очевидцев угона или передвижения автомобиля, а также лиц, располагающих информацией, способной помочь следствию, связаться с любым отделом полиции по телефону 02 с мобильного 102. Информацию можно передавать конфиденциально. Злоумышленникам может грозить до шести лет лишения свободы. Станислав Костиков, Алексей Еременко. При содействии пресс-службы ОМВД России по Курской области. События дня.